В числе учеников школы есть семьи, родители которых пребывают в рядах защитников в Вечесне, сейчас в зоне АТО. Побажать нашим защитникам быть мощными, получить победу. От запорожских школьников и педагогов поздравления с весенними праздниками и посылки на фронт. Передают и символ государства с детскими подписями и пожеланиями. Говорят, флаг будет служить оберегом для защитников. Мы передали нашим бойцам прапор. На нём мы написали побажание с наступающим великодним. Самое главное, чтобы Бог их оберегал, и они повертались живыми. Повертаемся живыми! Эти слова полны надежд и переживаний. Отцы многих ребят сейчас на фронте. А этот первоклассник – сын бойца с позаным Ладога, с которым накануне мы общались на передовой. Мы на него обратили внимание, когда на каждом уроке малювания он малюет что-то, связанное с местом пребывания его батька. Это танки, ПТР, это медсник, ремезни вояки. ЦКВ-2, ЦКВ-5, ЦКВ-2, ЦИС-3, ЦИС-МАУС, ЦПЗ-4. Они отличаются размерами и прокачкой. Посылки от школьников находят своих получателей в зоне АТО. Большинство международного ладога. Мы победим в каждой войне. Обязательно победим. С победой будет за нами. Спасибо. Спасибо дитине, которая нам льви, что нас подбудет. Это нам помогает, мы знаем ради чего мы тут находимся. First of all, мы воюем за наших детей, которые там находятся. Передаем подарки подразделению, где служит отец шестилетнего Максима. Я своего узнаю, как говорится, из тысячи. Вот это моя дитина рисовала, настоящий казак. Боец по зонам Ладога говорит, у флага с детскими подписями будет своя миссия. Об этом, а также новые подробности о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгений Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кровец из Донецкой области и Запорожье. ТВ5.